Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой взялиной машинки с нуля. Сегодня мы с вами свяжем мягкую набивную игрушку «Мышь в шляпе». Вязать нашу мышку мы будем из детского акрила, новинка пехурка. В принципе, вязать можно любой пряжей, главное, чтобы она была яркая и приятная для вязания машинки. То есть, если она будет очень сильно лохматая, смотрите, для пушистых пряж применяются специальные приемы, чтобы машина легко провязывала. Итак, мне нужно два цвета, мышка серая и отделка платья и шляпа. У меня будут голубыми. Нам потребуется несколько деталей. Сначала мы вяжем верхнюю часть, голова с ушами. Для вязания головы, она у нас будет такой сложной формы, прямая и под уголком уходящая на конфигурацию. То есть, набираем 12 сантиметров, провязываем по прямой 3,5 сантиметра. И дальше мы должны сделать небольшие убавки, потому что голова не должна быть квадратной. В принципе, можно связать и квадратик, и подшить ее, но мне кажется, проще сразу сделать убавки. Тем более, убавки мы будем делать частичным вязанием по схеме. Сейчас будем вязать, я вам все покажу. Два уха, 16 петель, 5 рядов. Ну, в принципе, для того, чтобы связать уши, какое-то определенное количество сантиметров не надо. Уши должны быть большие и симпатичные. Тело. Вязать будем снизу от воротничка, то есть вяжем ворот, потом на расширение тела. И сужение так, чтобы наша мышка могла спокойно сидеть на столе и не падала. В общем, будем вязать, опять же, буду все показывать. Ну, и шляпа, соответственно, для головы. Со шляпой совсем все просто. Набираем 14 сантиметров, провязываем 2 сантиметра тополя шляпы. Убираем каждую вторую петлю, то есть делаем стяжку в два раза. И провязываем 3 сантиметра, стягиваем на макушку. Шляпа обязательно нужна, чтобы закрыть стяжку по голове, которую мы с вами будем выполнять. Потому что с этой стороны у нас стяжка, с этой стороны у нас мордочка. Итак, начинаем вязать с головы, голову, уши, потом шляпу. Тело мы будем выполнять в последнюю очередь. Итак, начинаем вязание, провязывание головы. 32 петли. По расчету 32 петли это 12 сантиметров. Провязываем 12 рядов по прямой. Но для того, чтобы сделать хорошую стяжку, я буду начинать быстрым набором на машинке с нитеводом. Предупреждаю, что такой набор возможен только на машинах с круглыми щетками. Если на вашей машинке круглых щеток нет, вы можете делать абсолютно любой способ набора. То есть хоть на открытые петли истините их потом, потому что мы шляпкой все это прикроем. Начинаем вязание. Первый ряд у нас расчет не идет. Не забыли выставить рабочую плотность. У меня эта плотность 9 с точкой. Обязательно надеваем гребенку. Ставлю в счетчик. И начинаем считать ряды. Раз. Два. Ставим тяжким обязательно. Привязали 12 рядов прямого полотна. И сейчас мы с вами будем выполнять убавки. Убавки, как я уже сказала, мы будем выполнять частичным вязанием, для того, чтобы внутри полотна образовалась конфигурация для головы. Можно делать простые убавки. Можно связать прямое полотно и зашить его так, чтобы излишки ушли внутрь головы. Как угодно. Так, мне нужно пролезать 8 рядов. За 8 рядов я должна убрать 11 петель. Потому что 32 петли у меня изначально. Должно остаться 10 на мордочку. Итак, я убираю каждые 2 ряда по 3 петли. Можно по 3 петли убирать. Останется не 10 и чуть-чуть меньше. Это в принципе не важно. Потому что у нас не какое-то изделие для ношения, которое должно четко соответствовать размерам. У нас приблизительное изделие. То есть игрушки тем и хороши, что плюс-минус одна петля. Они не будут влиять на что-то. Это не крючок, где мы четко видим конфигурацию, где там нельзя ошибиться. Мы зашиваем излишки. Поэтому, если вы немножко не справитесь с расчетом, ничего страшного. Итак, обнуляю счетчик. Первый ряд. Две иглы. Для того, чтобы у меня нормально провязывалась частичка, я обязательно ставлю рычаги частичного вязания в рабочее положение. Если их не включить, у вас машинка заберет иглы в работу. Ну, если она с нитеводом. Если машина без нитевода с ручной прокладкой, то вам без разницы. Просто ставите иглы в переднее положение. И дальше по три иглы мы с вами убираем каждую провязку до восьмого ряда. Пока у нас не останется в работе десять петель. Восемь. Вот у меня осталось десять петель. И можно просто сгладить полотно, провязав раз-два. Закрываем, либо снимаем на брусовую нить, как хотите. Можно зашить трикотажным горизонтальным швом. У нас нет задачи усложнять себе работу, поэтому я просто закрываю полотно обычной косичкой. Когда я буду сшивать наше изделие, вот это закрытие идет внутрь. Конфигурацию мордочки мы уже вывязали за счет того, что выполнили частичные ряды. Еще раз можно было делать простые убавки. Нитку отрезаю подлиннее, чтобы ею шить мордочку. Если она будет короткая, то мне придется надвязывать нить. Убираю излишки. Вот такая вот деталь с вытянутым уголком. Это и есть голова. Здесь мы все стягиваем. Подшиваем здесь вот аккуратненько. Значит, в голову получается голова с остренькой мордочкой. Это голова. Теперь уши. С ушами все просто. 16 петель. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И выполняем все то же самое. Вот, ножка. Вот, ножка. 5 рядов закрываем обычной косичкой здесь много не так не надо нам нужно будет всего лишь стяжка и второе ухо мы выполняем точно также с ушами вообще проще всего оттягиваем полотно получаем ушко так вторая деталь ухо ухо 5 рядов 16 петель выполняем все то же самое 1 2 3 4 5 6 5 рядов и закрываем косичкой туго закрывать не надо если сильно затяните ухо будет загибаться внутрь это нам не нужно нам нужно мягкое ушко поверху снизу не делайте набор косичкой либо набор объем снизу нужно нужен такой набор петель который позволяет делать стяжку можно оставить снизу открытые петли и продеть через них рабочую нить тогда у вас будет стяжка если у вас не получается подобный край вот он вот оно наше ушко мы стягиваем нижний край получаем совершенно отличное мышиное ухо большое и лопоухое вяжите второе такое ушко и после этого мы приступаем к шапочке и к телу нашей мышки вяжем шляпу по расчету 36 петель провязали 7 рядов мне нужно 36 петель убрать в половину провязать еще 10 рядов для самой шапки и стянуть на макушке и так у меня наборный ряд 7 рядов провязываю восьмой ряд ну это я так делаю потому что у меня акрил который совершенно не скользкий если у вас очень скользкая нитка то такой не подойдет снимаю грузики вынимаю из водителя нить и срезаю полотно и дальше распускаю полотно на каждую иглу надеваю по 2 петли таким образом я делаю стяжку в два раза если нитка скользкая либо сомневаетесь что вы так сможете берите наброс свою нить у меня единственная такая деталька нитка ведь из рук не не выскальзывает поэтому так можно вставляем нить нить водитель обратно оттягиваем все что распустили и весь рядов оттягиваем оттягиваем Можно делать еще одну хитрость. Убираем половину петель. Шляпа у нас будет такая. Можно было сделать маленькую, а можно сделать объемную, большую шляпу. Убираем половину игл. Те иглы, которые мы сняли, оставляем сзади. Один ряд. И теперь мы отрезаем нить. И снимаем. Плотно на рабочую нитку. Шляпу осталось сшить и надеть на голову ножки. Вот она шляпа. Отличная панамка для мыши. Шляпа готова. Приступаем к вязанию тела. Тело мы начинаем вязать с синего. Потому что мы сначала вяжем одежду, а потом тело мышки. Стяжку мы будем делать сереньким цветом. А основную часть, вот эту самую большую, объемную, будем делать цвета шляпы. Активным зеленым цветом. Итак, набираю 3-4 петли. Провязываю 8 рядов. Это будет рулик по шее. Мы делаем такой рулик, который будет выполнять роль и воротничка, и шеи. Потому что можно, конечно, сделать потуже. Но мне кажется, что не стоит делать сильную перетяжку, чтобы голова была отдельно. То есть мы голову посадим на высокий воротничок. Итак, 34 петли. Набираем, провязываем 8 рядов. И после этого начинаем делать раздвижку полотна. 13 см, 3-4 петли. Набрали, провязали 8 рядов по прямой. Это воротничок. И дальше расширяем полотно. 36 рядов. То есть моя задача добавить через один ряд по одной петле с каждой стороны. Итак, добавляю иглу и провязываю. Просто ставлю в работу иголку и провязываю ряд. Раз. С этой стороны. Два. С этой стороны. Три. Четыре. Четыре. Пять. Не забудьте периодически добавлять оттяжки, потому что у нас активное расширение идет. Мышь у нас увеличивается в объеме. И машина может уже не провязывать увеличение. Поэтому нужно либо хорошую оттяжку по центру, либо навешивать грузики на края нашего полотна. Таким образом довязываем 36 рядов. То есть моя задача получить 70 петель. Вот такая вот хорошая толстая у нас получается мышь. Провязали. И теперь за 16 рядов мне нужно сделать хорошую стяжку, чтобы можно было поставить мышку на стол. Это достигается провязыванием нескольких рядов и стяжкой полотна. Я поменяла цвет. Мы будем сейчас серым вязать. Закончили вязать платье, вяжем саму мышку. Три ряда провязываем на всех иглах. На самом деле здесь можно конечно делать строгий расчет. Можно не делать. Так провязываем четвертый ряд. Убираем нить из нити вода. И сейчас будем делать стяжку. Мне придется срезать все в полотне. Поэтому я снимаю все грузы. Иначе они сейчас все будут не деформировать полотно. И оттягивать. Мне это совсем не нужно. Отпускаем нить из нити вода и срезаем полотно. И теперь начинаем делать стяжку. Убираем одну треть петель. Тоже самое, как я делала на шляпе. Я провязала лишний ряд. Убираем на счетчики. Так. Два. Три. И убираем четвертую. На самом деле можно каждую третью. Я сейчас убираю четвертую. Потом третью уберу. Раз. Два. Три. Петли на три иглы. И четвертую петлю на третью иглу. То есть я делаю стяжку. Небольшую. Сначала небольшую. Раз. Два. Три. Четыре. Если есть гартер бар, либо устройство на него похожее, можете с его помощью надевать петли. Изначально на ряду, на петельном ряду выполнить убавки, а потом при помощи этого устройства просто пересадить все петли на нужные иглы. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. У нас получается петель меньше, чем было, и за счет этого идет стяжка по донышку игрушки. Дружка маленькая, не так много усиленно это надо. Самое главное не провязать много. Шестнадцать. Четыре с половиной сантиметра, этого четыре, четыре с половиной. Если делать больше будет конус, если делать меньше, мы стянем дно. Первая убавка самая неактивная, она просто немножко подбирает петлю. Так. Протягиваем нить. Не забудьте, что грузиков у нас сейчас нету, поэтому навешиваем их обязательно, если у вас машина с нитью с ручной прокладкой, то и проблем каких нету. так. У нас четыре ряда на счетчике. Провязываю еще четыре ряда. Пятый ряд. Счетчик отматываю назад и делаю то же самое. Только теперь я буду убирать побольше. Не каждую четвертую, а каждую третью. петлю. Петлю. Раз. Два. И на вторую углу третью петлю. Раз. Два. И на вторую углу третью петлю. Таким образом я вообще убираю треть полотна. Очень хорошо уже будет подтянуто. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Три. Даже. Два. Продолжение следует... 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 ну просто не знаешь какое место пришивать через вторую часть полотна выворачиваем это то что у нас идет внутрь, пусть внутрь идет это стяжка, которая стягивает полотно берем набивочный материал я набиваю холофайбером из подушки подушка, это моя самая дешевая подушка в самом сетевом магазине это и есть вот этот отличный холофайбер для набивания игрушек вот этот такой комкастенький, а бывает очень однородный к сожалению, в подушке очень сложно прощупать какой он там, этот холофайбер такой или более пушистый но, в принципе, такой тоже очень даже сойдет потому что он легкий его можно стирать он ничего не весит и если такую игрушку подарить ребенку его можно стирать, опять же, он ничего и не разобьет это очень важно для тех, у кого маленькие дети они теми игрушками все время китаются поэтому такую штуку вполне можно себе позволить и дети не будут разбивать наше имущество так, вот она голова с остреньким носиком носик мы будем еще формировать вот нос мыши голову можно, в принципе, даже сильно не затягивать потому что сейчас вот это отверстие мы с вами закроем шапкой шляпкой но прежде чем мы будем шляпку пришивать мы должны пришить ушки ушки лучше пришивать иголкой все излишки, все нитки и потом уберем внутрь голову затянули вот вам ухо все, ухо готово даже придумывать ничего не надо и на голову вот так вот уже готовое ухо главное определиться с местом где могут быть уши так, одно ухо второе ухо относительно шва симметричны вот мышиные уши да, вот сюда вот они как раз идут и пришиваются одно ухо все очень просто очень-очень при сборке вот таких вот простых конструкций так, второе ухо делились с местом подшили нитки нитки сейчас все внутрь ничего оставлять снаружи не будем это ушки можно получше закрепить конечно особенно если маленькие дети закреплять обязательно потому что все эти уши будут отгрызены оторваны и съедены но акрил в этом и хорош что он гипоаллергенный и в общем-то в небольших дозах не опасный но лучше чтобы ребенок конечно нитки не ел поэтому все закрепляется и игрушки конечно надо делать в соответствии с возрастом малыша если он совсем маленький с минимумом деталей чтобы вообще ничего не было уши готовы вот они фиономия ушастая здесь шапка шапку по нижней части мы сшиваем изнанкой наружу потому что у нас будет рулик а рулик должен заворачиваться наружу поэтому до середины вот до стяжки которую мы делали мы зашиваем по внешней стороне я зашиваю все тем же крючком и косичкой это мой самый любимый прием на самом деле вы можете зашивать как вам удобно дальше мы зашиваем по изнанке вот здесь уже затянуть макушку надо основательно потому что это шапка и она будет видна выворачиваем наружу наизнанку простите нитки выворачиваем шляпу и закручиваем поля поля у нас вот такие вот вот наша шляпа и мы ее приделываем к мыше вот мышка в панамке берем уболку и пришиваем так чтобы закрыть уши закрыть все лишнее заодно пришьем подгиб чтобы он не распутывался шляпу можно тоже немножко набивочного материала заложить чтобы она не прогибалась убираем все хвосты накладываем шляпу так чтобы уши торчали и пришиваете эту шляпу к нашей мышке по контуру уши торчат снаружи уши торчат и и Продолжение следует... 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 Не хватает, значит привяжем сейчас нитку. Субтитры сделал DimaTorzok Выворачиваем через горловину. Все внутрь набиваем. Добавляем. 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 Горловина. Вот оно. Все, что досталось, то и набилось. Как следует опускаем воротничок. Вот наша мышка. Вот она. Отлично смотрится. Можно немножко, кстати, поджать шею. Когда мы будем пришивать мышь голову, можно немножко вот здесь вот поджать шейку и будет еще и интереснее. Вот она. Смотрите, за счет того, что у нас была такая вот конструкция. У нас плоское дно, на котором эта мышь отлично сидит. Как бутылка такая получается. Вот она, мышь. Вот она сидит. Сейчас мы пришиваем ей голову синей ниткой и останется приделать серые лапки. Серые лапки это обычные рулики, а серые ножки может даже и без ножек. То есть смотрите, хотите, сделайте серые ножки. Но мне кажется, что лапок будет достаточно. Потому что... А можно и с ножками. Вот как вам будет больше нравиться. Так, для начала, правда, можно чуть-чуть подтянуть. воротничок. Вот так. Мышка получается Теплая Теплая мышка На спину шов Уши развесили в разные стороны И аккуратно Вышиваем голову Я прошла по одному кругу Вы проходите несколько раз Чтобы закрыть Шов и чтобы голова плотно Прилегала к телу И остается Только ручки связать Ручки это будут ролики простые Которые мы сейчас с вами свяжем И будет только глазки и носик Вот мы разметили где мы будем делать глазки Носик и теперь мы начинаем уже все это пришивать На том месте где мы поставили меточки Втыкаем И мы будем делать по принципу чулочных кукол Когда идет стяжка насквозь Вот я сделала И вывожу обратно В то место где у меня вторая иголка И теперь я эти два глаза Вывожу Заднюю часть в затылок Для того чтобы затянуть их И придать утопленность Небольшие как бы глазницы сделать И вывожу Сюда Таким образом у меня глазки Получаются не только утопленные По отношению к переносице Но и утопленные немножко назад И вот так я подшиваю несколько раз И все Глазки Глазки уже готовы А теперь у нас остается носик Выводим иголку Без натяжения В то место где у нас будет нос И возьмем серенькую Серенькую бусинку Вот серенькая бусинка у нас Превращается в нос Закрепляем Потому что иначе Нос будет гулять И дальше протыкаю насквозь И просто обрезаю ниточку Шапку расправляем Ушки глазки готовы Но мне кажется что носика Недостаточно Надо все таки сделать и ротик Поэтому я беру Дополнительную ниточку И вот здесь где-нибудь Протыкаю Это будет у меня рот Ниточку втягиваю Чтобы узла не было И таким образом Закрепляюсь И делаю ротик В несколько стежков Чтобы закрепить Чтобы он никуда не потерялся Вот мы сделали ротик И я ему придам Немножко Такой вот Скошенный вид Для этого Простигаю несколько раз Вперед-назад Именно в этом направлении Между носом и ртом Вперед-назад Сбегаю Вперед-назад Сбегаю Вперед-назад Сбегаю Ну и все. И опять же прячу иголку, втыкаю и увожу нитку так, чтобы мне не надо было закрепляться. Все, нос вымыли. Ротик в результате стал немножко по форме носа, немножко верхняя часть выделилась. Глазки получились утопленные. То есть мышка у нас такая, как будто бы она чуть-чуть немножко насупленная. Ну а также я решила, что можно бы сделать ему, мышу еще и насупленные брови. Для этого вводим иголку из-под шапки, из того места, где нам не обязательно, где у нас не будет виден узелок. И делаем брови. Прошиваю несколько раз, чтобы они у нас были такими серьезными. И опять же увожу иголку в то место, где мне можно ее либо закрепить, либо спрятать. Прокалываю еще немножко и все. И могу обрезать нитку, не закрепляя. Осталось нашему зайчику приделать ручки. Ручки будем вязать из голубой пряжи, сами пальчики из серой. Берем голубую пряжу. У меня четыре иглы в работе. Делаю простейший обвив. Один хвостик у меня оттягивается струбцинкой. На второй навешиваю точечный брус. Провязываю один ряд. Добавляю пятую иглу. Добавляю шестую иглу. Итого, ручка у меня будет представлять из себя шесть игл. Теперь выставляю все шесть игл в рабочее, в переднее положение. На каретке включаю с одной только стороны рычаг частичного вязания. И провязываю шестнадцать рядов. Раз, два, у меня появилась протяжка. Три, четыре. Ой-ой-ой. Вот так вот. Три, четыре. Ставлю иглу в переднее положение. Пять, шесть. Вперед. Семь, восемь. Девять, восемь. Двенадцать. Тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Все, рычаг убираю. Больше я в таком виде вязать не буду. Буду немножко расширять мое полотно. Добавляю иглу с одной стороны. Иглу с другой. Вяжу восемь рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрываю полотно. Закрываю обычной косичкой. Теперь вот то, что у меня получилось. Все очень хорошо. Назад загибаю. И от края до края достаю четыре иголки. На четыре иголки надеваю петли. Как получится. Вот раз, два, три, четыре. Беру сырую нутку. Беру сырую нутку. Беру сырую нутку. Ручка провязана. Что у нас получается. Вот эта сама ручка. Вот этот вот рукав. И манжетик. Манжетик мы. Из манжета делаем рулик. Вот что мы делаем из этого рукава. Такие вот протяжки широкие. Это то, что нам нужно. До протяжек зацепляем какую-нибудь петельку. Которую мы тут видим. Все равно какую. Ну вот тут. Есть петелька. Вот ее и зацепляю. И теперь, вот зацепив петлю, начинаю поднимать эти протяжки. Которые у меня образовались при вязании. Продели какую-нибудь нитку, петлю. Все. У меня таким образом завязался рукав. Ручка полноценная. Загибаю манжет. Здесь вот все подтянется, подошьется. Рука. К руке можно в процессе зашивания добавить пальчики. Просто петельками. И пришиваем эту ручку нашему зайчику. Получается вот такая вот ручка с манжетиком. И здесь вот пальчики выполняем вот этой нитью, которая у нас осталась. Все. И таким вот образом у нас получается готовый зайц с ручками. Там стоит одна ручка. Вторая ручка. И можно дарить или играть. Самое главное, вот этой нитью мы подшиваем ручку к плечу. Вот эту мы убираем. И можем закрепить рулик. Просто продеть через вторую часть. Я думаю, в данном случае вы сами догадаетесь, как вам проще закреплять рулик. Чтобы он красиво смотрелся на пластинку ручки. Ручку можно тоже набить. Отверстие позволяет. Все. Привязываем. Два хвостика убираем внутрь. Полотна. Лишнее отрезаем. Ручка беру в углу. Вставляю в нее серую ниточку. И делаю пальчики. Пальчик. Сразу займу узелок, чтобы закрепить положение нити. Если узелки не делаю, то пальчики все стянутся. И можно сделать большой палец. И тоже его закрепить. Закрепить. Этая же иголка. либо крючком пришить ручку.